я хочу вам сказать большое спасибо за то что вы пришли и поддержали наше небольшое но очень дерзкое начинание я вам сейчас расскажу в чем это начинание состоит собственно говоря все началось в 2017 году когда я как-то я познакомился с солями сначала они пришли бы в и поставили себе такую большую задачу изменить отношение людей к природе в нашей стране потому что на момент когда они пришли не знаю рассказывали нет факт или нет но на какой год это было 2014 знаете сколько было людей в стране которые жертвуют более 100 тысяч рублей на защиту дикой природы в россии все кто говорит не не 14 миллионов людей кто больше 100 тысяч сколько тысяч человек 37 человек на всю страну очень мало и когда мы это увидели то с нами произошел некий парадокс мы все живем в ситуации когда нам кажется что важными вопросами занимаются какие-то важные люди где-то в дубе где-то кто-то важными вопросами этими занимается но когда ты смотришь на фактор в крупнейший фонд по защите дикой природе ты просто смотришь по факту ты их 37 человек и в этот момент ты испытываешь странные чувства ты смотришь на проезжающие мимо автомобилей понимаешь что в москве по крайней мере что недостатка с деньгами нет деньги то есть но почему-то эти деньги не идут на а по опросам люди природы наши гордятся и это на первом месте стоит по сравнению даже с историей со всеми военными победами природа на первом месте и тогда меня это удивило но я стал потихонечку жертвовать больше больше и повлекся в этот процесс по словам оли в прошлом году я был самым большим частным инвестором в нашей стране природа кто такие мы там с нашими небольшими объемами да но тем не менее вот тем не менее мы замахнулись и и потом мы были на одном из дней мероприятий где мы награждали людей которые помогают и меня еще раз удивила одна вещь там были мы и был была некая большая компания по производству неких вещей не будет называть не она одна очень большая компания очень круто это было смешно потому что нас награждали их мы собрали там 2 миллиона 2 они 500 тысяч пожертвовала это огромная корпорация и мы до пришли то есть и это было очень интересно но более интересно было еще вот что вышел один человек зовут его павел фоменко и журнал он таймс он признан героем планеты он лично задержал руками более 200 браконьеров которые охотятся за тиграми это люди вооруженные опасные там где действует закон тайга и никто тебя никогда не найдет он вышел с абсолютно чистыми зелеными глазами и сказал вы было тогда где-то метрополита 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 не мое говорит но я тут пришел говорит чтобы сесть перед вами на колено и попросить денег у нас там тигр погибает я удивился насколько он это сказал без какого-то это не было унижением он пришел чтобы просить и я увидел в этом огромную силу и увидел удивительного человека меня удивили его глаза они были такие зеленые но чисто зеленые как и николай драздова тоже зеленые зеленые глаза и но при этом у тебя есть полное ощущение что если ты останешься с этим человеком и что этот человек тебя может съесть при необходимости ты не знаю можете ли вы съесть другого человека но с ним не возникает ощущение что не смог бы это сделать он препарирует тигров мы были на на вскрытиях мы были ну вот во многих местах я подошел и сказал 2 миллиона есть про проблема почему тиграми занимаются мы не знаю ли вам рассказывали про такое понять как тропические как каскады но не просто любим тигров в природе все равновешено и на тех территориях где есть тигр это значит что вся территория которая титика это вершина тропического каскада чтобы были тигры что есть тигры обозначает что есть необходимая доля не а необходимо как как лично к копытных то есть кабанов и зюбрей оленей чтобы были кабаны и зюбре и олени должно быть корм и чтобы они были должны быть деревья кедра например если кедр вырубается 200 лет не кроме кедра то если там на земле вместо 5 сантиметров осадка 15 сантиметров или 10 сантиметров то животные же не могут пройти не погибают в природе все равновешено абсолютно и вырубка лесов напрямую влияет на поголовность тигров да даже был такой эксперимент в сша проводили где истребили полностью балков и пересохли русло рек когда волков обратно бибер бер 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 0 это реки слова потекли по прежнему руслом потому что волки со всеми животными находятся в настолько глубокой взаимосвязанные цепи там все закончилось бобра и которых там там очень много то есть все природе и тигр является вершиной трофического каскада это значит что если мы знаем что на территории есть тигр если мы знаем что на территории есть леопард да то есть крупный хищник это значит что вся территория жива и здорово и мы часто смотрим в сторону европы с неким придыханием восхищениями они действительно этого достойны вы только что пробежали там марафон на озере гард это очень красиво но тем не менее территории где сохранилась бы дикая природа в европе больше не это просто факт ее больше нет как у многих других стран и территория где она осталась дикая природа это как ни странно это россия мы успели сохранить тем что вы может не добрались может еще что но действительно нашей стране есть уникальное вот это отношение к природе и огромное и огромные леса которые остались то достояние которое очень не хочется пропустить мы приехали я сказал ну по моему поможем тебе решить этот вопрос мы дали там 2 миллиона потому что прокормить одного тигр это около 50 тысяч рублей в месяц просто на мясо они восстанавливаются в особых условиях без контакта с человеку потому что любой контакт тигра с человеком или тигром это знаешь что он не приспособлен больше для дикой природы поэтому их специальных вольерах где там нужно много места центры рентродукции диких животных алексей до дальний восток и мы туда приехали оли привезли что да я денег там нет поехали и это было очень важно потому что прикоснулся к этой земле и я увидел людей чем они живут там люди которые выезжают на люди которые бог больше с браконьерами у них вопрос такой мне бензин купить детально старенькую дает или патрон бюджета лесхоза там охотничьего хозяйства хабаровского края за прошлый год четыреста тысяч рублей то есть кажется да богатство денег много а реальность она совсем другая и держится вся это все это движение да потому что делается делать действительно много на уникальных русских людям которые занимаются этими вещами и там много специалистов много ученых и много действительно людей которые душой болеют за это дело но не хватает нашего вклада именно предприниматель не хватает просто ресурса эти люди научились деньги эти вкладывать с очень высоким они умеют уже это делать им просто надо помогать всячески тогда мы сели рядом с пашей мы с ним общались да я сказал паша давай мы возьмем пашу уже старый скептик он ни во что не верит но продолжает также стоять и пойдем снимать фильмы в письме и наставленные журналисты искали умение известен да в нашей стране что мы тоже хотели бы исправить я говорю паша давай мы просто тобой изменим всю ситуацию в природе в нашей стране так посмотрел на мои глаза и сказал а давай давай начнем с того что мы за этот год вот просто без привлечения государства и громких слов мы просто возьмем 30 миллионов в эту территорию мы уже исполнили мы купили самолет самолет очень важная вещь в тех землях потому что она позволяет мониторить леса пожаров представляете национальный парк бикин это миллион сто тысяч гектаров и но много что удалось сделать удалось вернуть леопарда удалось вернуть нескольких тигров удалось вернуть зубров удалось запустить систему кедра то есть если перечислять удалось посадить смешанные леса в подмосковье представляете мы группка так сказать молодых людей и вас да мы не составляем какое-то большинство ли будет огромную корпорацию но мы вместе с вами на ваши деньги потому что это прибыль который вы нам платить а мы ее вкладываем значительную степень куда это наши деньги первое вы начали с 37 лет он понял давайте сделаем еще и вот у нас сейчас плане стоит вложение еще порядка 20-25 миллиона по моему в инфраструктуру этого края то есть для чего потому что задача которую нам нужно решить и по большая задача мы сделали кейс и кейс и кейс а потом мы поняли что пришло время замахнуться на большую задачу вообще поставить себе задачу изменить взаимоотношение человека с природой потому что природой все порядке природу не надо спасать природе не надо помогать надо бороться за души людей для того чтобы они не наносили такие огромные шрамы своей же стране и природе на которой мы живем вы знаете что есть день земли и он не просто так не земли 70-х годах еще природу успевала восстанавливать все то что человечество тратил то есть такой день когда природа исчерпывает все ресурсы которые она успеет установить за следующий год до экологический долг то есть сейчас планета живет ситуация накапливающий кассового разрыва и сегодня этот день это 26 это в этом году уже в этом году 8 августи каждый год это дата смещается то есть и на выбирать что нас ждет в будущем это будет зеленая планета в которой человек с природой живет гармонии это будет сюжет апокалипсиса да такие пост апокалипсис который мы наблюдаем фантастических фильмов это наш выбор ничего в этом драматичного нет но мы находимся в эпицентре этих событий и мы находимся в той стране которая несмотря на все сумела сохранить значительную долю дикой природы в человечестве большой буквы и я я понял что миссия моей жизни станет следующее что на момент моей смерти я буду точно понимать что 30 процентов планеты земля находится в устойчивом дикому развитию часть планеты должна быть просто не тронуты это как некие залежи некие запасы которые просто трогать нельзя это просто неприкосновенный ресурс которому нельзя прикасаться есть зоны в которых человек с природой взаимодействует есть места где мы живем я понял что миссия моей жизни такая и я понял что в этом есть не горе и не какой-то тяжесть в этом есть очень большое счастье несмотря на то что эти люди каждый день сталкиваются с непреодолимо большой задачей думайте что такое в россии заниматься защиты дикой природы где контрагентами твоим является вся несправедливой страны бюрократии чиновничество браконьеров саляйте вот объем этого голиафа огромный и несмотря на это я увидел в этих людях очень интересную вещь они были объективны и они были и есть в отличие от нас предпринимателей которые каждый день зарабатывают деньги живут доставки могут путешествовать по европам мы постоянно паримся и у нас какой-то оттенок тлена в глазах несмотря на то что мы живем богаче чем все другие люди там и в россии да и в целом по миру эти люди несмотря на то что они как давид по борются и стоят против непропорционально большого противника в глазах тотальное счастье я видел людей тотально счастливых несмотря на всю тяжесть и осознание той ситуации в которой они находятся все реально понимают где они и она не понимает что они делают я никогда не забуду девушку которая переехала из москвы или санкт-петербурга в этот центр репродукции тигра она зарабатывает какие-то небольшие деньги она занимается этими тиграми это счастливый человек павел фоменко это счастливый человек вас шаман это василий иванович это счастливые люди это действительно уникальные люди и я понял почему потому что у этих людей нет в жизни вопроса зачем я живу у каждого из нас он есть мы какие-то ответы с вами находим ну я произвожу хороший продукт может он хороший а может и нет да но тем не менее мы ищем ответ на то зачем я живу а вот у этих людей этого вопроса нет они не интеллектуально а по факту и очень точно знают ответ на этот вопрос они знают зачем они живут они счастливые успешные люди у них есть семьи у них есть дети они не живут на улице они социально обеспечены социально адекватны и при этом они счастливы у них зеленые глаза вот и у директора заповедника тоже между прочим это особенно уникальный и я понял одну простую вещь что когда я этим занимаюсь и когда я там когда я в тайге я перестал ездить много по заграницам не спрашиваю выездной а я я понимаю что те моменты во первых я это делаю ради удовольствия вас к этому же призываю доделать это брат найти вот то дело который вам спальсировать будут и участвовать в этом было бы в радость а второе я заметил когда этим занимаюсь и просто сейчас вот я помню мы и зимой ездили мы такое путешествие становитесь ну по миллиону скидываемся и вот мы едем группы людей и все эти деньги которые мы скидываемся они идут в национальный парк а нас там принимают по полной то есть там рыбалкой все мы проезжаем и спасибо володе его компания на колесах он был один из тех кто поехал и вот небольшой экспедиции да нам удалось сделать 5 этих снегоходов купить 5 того 5 того то есть совершить большие изменения и я вас к этому тоже зову потому что дальше ближайшая задача эти деньги вложить и обустроить парк бикин для чего для того чтобы как предприниматели создать систему не дотационных которые просто постоянно как знаете тушение пожар может бесконечно туши создать новую систему при которой мы вы смогли зарабатывать на внутреннем туризме когда территории открылись бы для устойчивого и этичного использования людьми и при этом деньги которые зарабатывают эти территории шли бы устойчивое развитие территории и дали бы прокормы местным жителям которые у которых выбор либо работать на турист или быть браконьерами там вопрос очень простой за счет чего ты будешь себе семью кормить восстановить системы которые были в советское время устойчивой системы это охотоводство то есть это фото рыбалка мед и дикороса была плановая система сейчас она должна она разрушена то есть изменить это не значит сейчас тем разрушена и надо восстанавливать делать правильную новую систему то есть что и что для этого требуется для того чтобы это и когда мы об этом рассказали и когда мы поняли что мы хотим это сделать что мы у нас есть амбиции изменить к лучшему сознание людей и фактически сделать реанимировать все заповедники чтобы это были экономически процветающими территориями мы стали об этом говорить мы стали это делать потихонечку и там реальность начала открываться мы были админ природе когда не услышали что мы делаем у них конечно было полное удивление потому что то что мы делаем это те кипя и которые них стоят и сегодня мы понимаем что и сейчас там стратегии которым готовит а стратегия реанимации всех заповедников которым и делал для государства то есть нам это очень приятно что мы такие маленькие участвуем в таком большом деле это короче очень круто очень весело и я всем вам я всех вас жду на бикини и в разных других заповедных территорий я мечтаю чтобы у каждых заповедников появились свои свои хранители которые будут участвовать не только финансово но и своим вниманием поставить что у вас в матушке россии есть где-нибудь ваш свой миллион гектар о котором вы заботитесь на который процветает который процветает благодаря вам это тотальное отдавание тотальное отдавание и что нам от вас нужно первый ваш день деньги деньги на это дело нужны и их можно для меня вопрос было куда деньги можно вот куда можно отдавать чтобы я был уверен там их потратит как бы с полным отчетом и и абсолютно прозрачный кристально вот двум этим женщинам деньги отдавать можно волю я с ними работаю давно я я знаю кристальную чистоту честность и получи им количество золотых пан за несколько лет удалось увеличить 37 до 187 большинство из которых и 1 миллион долларов частных инвестиций был собран да вместе и сегодня мы ставим большую задачу объединение всех сообществ и всех людей в это новое большое предприятие я исходя из этого понял очень такую интересную вещь о том что не надо бояться ставить очень большие цели себе если вы считаете правильным даже если вы маленький сейчас вот я думал я же маленький по сравнению с этими большими задачами ну а посмотрите они они что больше меня но тем не менее на их хрупких плечах держится вся эта деятельность в огромной россии поэтому надо прийти в себя и понять что никто это нет никаких важных больших людей которые этим уже занимаются нет вот мы с вами находимся в чистом голом поле и начинаем все это с нуля я хорошо потому что то что мы делаем можем видеть результаты своих действий каждый день вы какой-нибудь заповедник пожертвуете да и вы увидите вы можете туда приехать вам там будут рады вам ваши имена там папа повесит вас туда пригласят вас будут встречать как самых дорогих гостей вас ваших родных потому что мало в россии людей которые ценностно доросли не только ценностно но это же чтобы пожертвовать аж надо прокопать а чё там будет то есть это не так удобно пока как мы хотели бы это сделать чтобы это было массово поэтому я всем вам желаю в каком-то виде поучаствовать в этом можно участвовать финансово вторая ступень это еще более интересное когда вы участвуете финансово и едете туда просто если вы про туда поедете то вы изменитесь навсегда то есть вы не сможете стать иным все деньги будете зарабатывать это один раз и навсегда ты влюбляешься в эти места и и в это один раз и навсегда и ты видишь другую жизнь и ты видишь что вместо психотерапевта можно на неделю ехать в тайгу и очень быстро прийти к себя там быстро забываешь что ты не бессмертный мы вышли там и хабан ну там вышло какое-то огромное существо мы смотрим какой-то то ли медведь то ли ты смотришь на дерево и то есть а если медведь то и дерево не поможет все я очень благодарен чтобы свое внимание вложили да и и и и и третье конечно самая высокая степень это когда вы можете участвовать в управленческой деятельности фонда когда вы готовы жертвовать час своего времени в неделю до чтобы нам помогать это реализовывать да мы готовим презентацию то мы будем то есть что мы готовим разные слоты то есть эту стратегию как реанимировать эко предпринимателей какое должно быть законодательство сегодня государство идет к нам навстречу там есть адекватные люди у которых еще не потухли глаза который систему не успел услышать то есть те у кого глаза уже потухшие есть те глаза у которых у кого еще горят наша задача объединяться с такими людьми с горящими глазами и вместе делать очень большие дела поэтому я вас призываю не бояться замахнуться на очень большую цель на очень большой который пропорционально больше всего что у вас сейчас есть вот не бояться быть с нами потому что это весело и те люди которые приходят сюда и сегодня сидят за этим столом это удивительный удивительный потому что вот чтобы люди так от чистого сердца просто могли что-то жертвы и еще являться предпринимателями да это дорогого стоит и эти люди и сидеть вместе с людьми за одним столом это тоже дорогого стоит поэтому я всем вам хочу сказать спасибо я поздравляю наш фонд мы долго думали как он назвать в итоге поняли что это наш фонд потому что действительно наш и вот это не мой это наш фонд нам пора понять что нету больше меня и тебя а вот есть мы это наша общая ответственность это наш общий дом и никто на альфоне там не президент приезжает чтобы бутылки с пивом по альфону разбрасывать на это делаем мы люди которые живут в этой стране пора прийти в себя да и выйти на тот уровень благотворительности на тот уровень сознания которое было нас хотя бы в дореволюционное время потому что уровень предпринимателей да и уровень вот этого вклада который был тогда гильдии это я изучал историю мы можем гордиться нашими меценатами да и тем как это был поэтому я вас призываю также принять в этом участие разделить с нами этот праздник хочу вам еще рассказать большое спасибо мы как сможем по требованию ольги споем песню но первую надо будет петь вместе просить что-то